Он посвятил свою жизнь исполнению христианского долга, любви к ближним. Спас и сохранил от осквернения мощи преподобно-мочениц Великой княгини Елизаветы и Иннокене Варвары. В Москве состоялась конференция, посвященная 60-летию со дня кончины игумена Серафима Кузнецова. Мероприятие было организовано Богословским факультетом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Подробности в сюжете Галины Ледвиной. Мероприятие проходило в соборной палате Епархиального дома. В 1917-1918 годах здесь проходил Поместный собор. И велика вероятность, что и игумен Серафим Кузнецов был одним из его участников. Перед началом конференции совершили заупокойную литию памяти игумена Серафима. Возглавил богослужение ректор университета пролетерей Владимир Воробьев. Песня. Мероприятие Божие, Старство Небесное, Служение грехов, Игумен Серафим был начальником Серафимовского скита Белогорского Николаевского монастыря, человеком истинно монашеского устроения и духовной жизни, настоящим патриотом. Он имел пламенное бесстрашное сердце и дар проповеди, чем привлёк внимание царской семьи. Стал одним из духовников Великой княгини Елизаветы Фёдоровны. После её мученической кончины батюшка во исполнении своего обещания Великой княгини перевёз святые мощи преподобно-мученице Елизаветы и инокине Варвары на святую землю. Игумен Серафим посвятил два года своей жизни, чтобы тело Елизаветы Фёдоровны доставить в Руссалим и предать христианскому погребению. Об этом рассказывает и фильм «Ксении Хайнбюхер», который увидели участники конференции. Он стал итогом многолетнего исследовательского труда автора и вернул из забвения Игумена Серафима. Режиссёр и сценарист родилась в Германии во Франкфурте-на-Майне, приняла православие в 1993 году и вот уже более 20 лет занимается изучением жизни священной Игумена Серафима. Я чувствовала, что эта тема как раз не я её выбирала, а выбирала меня. Я здесь весь свой путь, долги провела в России. И я подхожу к этой теме именно с точки своих русских. Как ни странно, у вас опять оказалась немка, который напоминает, как батушка Серафим, святой жизни батушка Серафим Кузнецов, как он любил своих русских. И до сих пор их ждёт, и слезно их ждёт, и на могилке, и чтоб молились. Фильм охватывает малоизвестный период жизни Игумена Серафима на Святой Земле. В его основе уникальная подборка исторической кинохроники и живых свидетельств современников батюшки. У меня очень много хроники вокруг святейшего патриарха Алексея I Семанского. У меня вообще показана местность, где батушка был вынужден переселиться после сопрещения за страной зарубежных братьев. Это Малый Галилей на гора Ильон. Будет рассказано о царской семье, потому что непременно связана эта тема. Будет рассказано о Николае Гипсе, который был учитель царских детей. И он стал отцом Николаем Гипсом, архимандритом. Они вместе служили в 1936 году. Я счастлива, что его подняли. Он умер в 1959 году, а мы сегодня, в 19-м, смотрим фильмы, слушаем всё о нём. И счастливы, с одной стороны. А с другой стороны, господи, как же так случилось, что так долго мы ничего не знали об этом человеке. Личность отца Серафима, его духовные опыты, уникальные труды долгое время оставались в тени. На конференции в соборной палате наследие игумена Серафима было представлено во всей многогранности и полноте. Спасибо. Спасибо.